goodgame.ru и рубрика best replays приветствует всех кто любит игру warcraft у нас на очереди 29 выпуск ну и как обычно перед этим прочитаем имена героев которые поддержали выход новой серии и каким-то образом нас про спонсировали поехали николай сатаю 28 рублей привел и тут целая целый душевный крик у него оформлен под сообщением господа у топ донатеров кошельки не резиновые накладно каждому выпуску по несколько тысяч присылать best replay любим смотреть все так давайте небольшую сумму представить каждому выпуску так у меня 28 рублей проезд стоит либо буханка хлеба вполне поняем это платить за каждый реплей ну а здравое зерно есть в этом заявлении дело в том что если каждый из нескольких тысяч смотрящих каждый выпуск да если каждый из вас пришлет хотя бы по 10 рублей то выпусков будет не то что в 2 а в 3 в 4 раза больше нормы поэтому не поскупитесь если вам нравятся даже дело не в скупости да мы же не говорим о том что не вытягиваем из вас миллионы миллиарды вопрос именно в том чтобы каждый если каждый будет по маленькой крошечки присылать абсолютно для вас незаметной но в массе своей вы нас очень сильно поддерживать поэтому не поленитесь откройте свой электронный кошелек и закиньте 20 рублей наруто узумаки 100 рублей мои грохи царю варкрафта облизываюсь всеми жидкостями супер рубрики и твоими больше тоже облизываюсь ой не надо как-то это очень звучит звучит очень но двусмысленно они предкрасно как это сам да ну не все мои жидкости прекрасно я тебя в этом уверяю зерлинг 50 рублей именем закона хочу больше дотки и ждем варик 4 от меня это мало зависит если ты увидел в best replays повторы дотки то у тебя очень странный монитор и компьютер армагеддон 46 10 рублей мне варкрафт 3 работает в 1920 на 1080 то есть 16 на 9 а у вас в 4 на 3 почему потому что так настроен амир тантаков 20 тантаков таков 29 рублей дровосеки это было круто пожалуйста залейте мелодию под который читает донатеров группу vk нужен новый то на телефон спасибо это к аспиранту думаю что он не пожалеет сергей дмитрий ну смысле аспирант не пожалеет соответственно времени и зальет сергей дмитриевич 300 рублей привел ого на вкусняшку по скрипту нужно больше видео видимо голоса маколита читать но в 100 рублей за резаков рюкзаков спасибо вам не за что спасибо тебе и или на то 196 рублей за старый добрый третий варкрафт во имя элуны да я передам элуне обязательно какой-то процент у твоего отчисления спасибо большое всем вам ребята благодаря вашим вашим инвестициям выпуски выходят в два раза чаще ну а теперь загружаем демку и начинаем наслаждаться новой порцией смачных игр в рубрике best replay так у нас 29 выпуск карта которую ни с чем нельзя перепутать человеку который играл в варкрафт с 2004 года это гнол вуд много раз измененные со времен своего создания но тем не менее оставшийся все тем же неизменным пристанищем гнолов с шестью респами сражается у нас тхо который внезапно выбрал андедов ну на самом деле внезапность это объясняется тем что тяж как и инфи не любит зеркалки а сражаться он будет сражаться он будет против инфи я не успел так быстро прочитать прокликанную аспирантом информацию да это инфи это инфи который опенится кстати говоря нет стандартная стандартный опенинг через ранний алтарь ну в общем а тут ранний грейд на тир 2 прям очень ранний грейд прям нереально ранний и судя по всему вообще без бараков кладбище алтарь и это будут мега поздний финды с очень быстрым кирт 2 ну зачем это делается либо для того чтобы быстрее выйти в масс дестройеров и пробрить хумана который ставят экспант да тут что нет да так стоять стоять зорька вот сейчас барак а где алтарь то мать твою подождите он что строит он что строит он это это что не некрополь ну андеды иногда опанится через два некрополя которые заменяют ему несколько зигуратов и соответственно его не так просто взорвать подрывником но подрывников на этой карте нет в общем идея в два некрополя она иногда применяется андедами но по моему в несколько других обстоятельствах но здесь до 2 некрополя войска без героя играет тхо я надеюсь что это турнирная игра и у инфо сейчас очень поздний алтарь закладывается это будет супер мега поздний дк с фендами но два некрополя я честно говоря не обратил вначале внимание на это здание а надо было бы пока я рассказывал про гнул вуд но я и не ожидал что от тхо таких подстав за хуманов он две ратуши не строил это я вам точно могу гарантировать ладно посмотрим какая задумка очень быстро играет это я же еще раз говорю либо желание выйти в китафаз технологии либо побыстрее заказать второго героя тут проблема в том что второй герой после окончания грейда выйдет сразу же вслед за первым и андед как бы начнет с двумя героями одновременно первых лвлов войска вступили в бой инфи приходит тут кстати хуман нажимает на тир-2 и приходит харасить мобхак да естественно но мобхак это вообще цветочки по сравнению с тем что ты делаешь тхо вообще какой-то так тир-2 заказан завершён и пора заказ пора героя какого-то про героя какого-то нанимать тхо у харас околитов все дела все прекрасно грейд завершился поэтому околить не сильно будет решать а здесь вон она чего здесь дарк рейнджер к вы когда в последний раз видели игру в которой в которой играющий заказывает героя после окончания первого героя после окончания тир-2 но вот пожалуйста она перед вами дарка гули полный творческий стиль такой art art style от трех нулей ну или наркомания называйте как угодно в общем какая-то психоделика андетская здесь тир-2 почти закончился инфи не собирается ставить никаких экспандов архимаг на получал но благо в центре фонтан жизни второго героя не будет зачем ты делал great если ты войска учили вор не заказываешь не делаешь great на тер-3 быстро недель не заказываешь быстро второго героя я конечно предполагаю что тхо может пьяным играть такой вполне может быть а вот инфи не до контролевая дракона который получает хил от фонтана не до отводил на элементаля и в итоге бить его придется в два раза дольше чем а вот сейчас кажется до контроля да да вот теперь дракон стоит правильно дарка на этой карте с четырех магазинов довольно быстро копит здоровую гапшу скелетов пробежишь пробежишься по центру и все будет здорово мк ну может быть здесь вообще от инфи будет страта инсомни тер-3 хотя карта слишком велика здесь все-таки надо ставить ничку на тер-2 это несколько не нерационально бегать с фастер-3 без экспанда на такой большой карте о дарка пришла говорит спасибо архимаг за то что покрепил драконом добью его я сама но все-таки атака у нее повыше и и и и добивает естественно забирает еще и когти плюс 6 до стоп или флейта вот не посмотрела в инвентарь но точно добила дарка а вот кто забрал и там но скорее всего аспирант показал на когти значит выпали когти но это не точно в любом случае флейта архимагу нужно как козе пятая нога поскольку вряд ли будет играть в рифлов вертолетом может быть а тут гарди вот вот это страта вот она в чем задумка тхо ну просто вместо зигурата вместо двух зигуратов построила дадим некрополь на одном из прошлых стримов майкер как раз рассказывал об этом что там экономически экономически не особо теряет андет некрополь стоит не так дорого болт болты us в дарк рейнджер q окружали те все четко грамотно об нет не все четко все грамотно но не четко silence и прибегают прилетают первые гаргулей а там экспант у инфи как мы видим либо заложился либо вот-вот будет построен в инфи увидел гарг начинает очень быстро штамповать вышки конечно не ожидал что придется гвардовские вышки возводить так быстро рассчитывал на дестройеров а тут гарги но архимаг 3 с другой стороны у него есть и лима и на базе лим наверно получше вышки будет обороняться еще больше гарг богу гарг двое когтей тем временем ударки у нее очень хороший дпс ну и кстати с горгами дарка может наплодить много скелетов это проблема то есть лим и лимами но вот скелетов сейчас непонятно чем убивать поскольку я надеюсь что на экспанде тир два здания инфи все-таки какие-то закладывает очень надеюсь иначе ему просто попа придет имущественными скелетами здесь пробреют так прибегает mountain king сейчас гадалки не ходи и очередное окружение в этот раз успешная дарк рейнджерки но экономику нахарасили ему очень прилично потерял почти всех рабочих теряет и дальше их архимага там продамажили архимаг вынужден нажимать т.п. да здесь даже не пахнет никакими тир-2 зданиями только кузнеца он видимо рифлов хочет строить и флакаст какой-то против гарг да под кузьмил так под кузьмил тхо но вообще непонятно какие тайминги можно соблюдать когда андет вот в такую наркоманию идет и явно не ожидал гаргулей иначе бы там уже стояли гвардовские очень редко против гарг играют андеты с умными но только разве что если хуман играть через первого мк там можно похарасить гаргами но все-таки только сумасшедший будет строить гарг против фолемов но как раз вот тхо немножечко чуть-чуть совсем по-хорошему сдвинут поехавший поэтому вот он как раз это и делает нанял приста для того чтобы он как будто как-то архимага полечил там футмен дышит на ладом только бы не развернулся горем горем не развернулся но его младший брат гнол с какой-то алибардой в руках нет не с алибардой как называется эта фигня какой-то шар которым шар на цепочке не знаю что это за оружие мне приходит в голову только слова алибарда и проща но это не она да здесь уже перрифлы дк потому что ну нужно как-то колить дарк рейнджерку войска вступили не убивали сразу с первого молотка ну скелетов очень много нет совершенно никакого диспала и по сути сейчас инфи играет с одним экспандом то есть он вложился в эксп но инкам у него всего лишь x1 а не x2 благодаря перманентному харассу от андеда футменского мэйна но ставит вышки хоть где-нибудь где их прям сейчас не отменят архимага кстати нет можно гаргами потыкать по вышкам грейдивщимся вот легко и не принужденно архимаг в это время занимается совершенно ненужной ему работой гоняет тележку по карте да эта игра обещает быть обещает быть томной футмены кое-как разобрались со скелетами а почему вторую вышку не отменил не знаю почему до сих пор нет диспала ударка с третьим сайленсом рефлокат заткнет очень надолго вместе с героями ой ой надо как-то как-то печка то что что играешь в догонялки с элемом надо было просто уехать подальше ну печка любит экстрим это такая печка извращен к бой решила устроить паркур возле фонтана но элем охладил ох какой жесткий не тут мне тут и гаргузака и лдк говорит маутен кинг у него есть там еще одна претендентка нет вот ее как раз успели подлечить но архимаг с элемами уже должен от гарг отбиваться просто конечно нужны вышки на мэйне для того чтобы не было харасса а футменами нужно стараться снова окружать как-то ой так по гаргам идет фокус ой по гаргам по рефлам безусловно минус еще одна гаргулия но гарги дешевые мк 3 левела уже ой ой почти 5 дарка кстати у нее хилпот есть и в архимага решили тыкнуть юнита андеда мы не сами конечно им приказал тхо сколько молотков у мк там дарка не умрет так мк 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 что у тебя по мане еще один мк раскидывает болты по гаргам в принципе рифлов то много не нужно было я не уверен что они вообще нужны были в этой ситуации можно было сразу мастерские вертолеты какие-то такие истории хумана писать потому что ну 2 рифлаты построил они не сильно помогли все равно элем с молотком архимагом всех гарг перебьют на пару но посмотрите болт 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 все минус весь воздух андеда думаю что а тут еще их подстраивает не знаю зачем попытка зафокусить mountain king а у того нет ничего абсолютной манна болты больше не осталось овца облочит молодец овца а нет не молодец ешь за хумана болею овца ты такая овца конечно вульчик персоналочка на магаз надо тэпаться очень много отдает хуман сильно прокачивать там дарка по ощущениям должна уже быть 5 или почти 5 он очень много отдал войска вступили в бой всякой мелочевки он одних рабочих на три левел андеду подарил 37 линита да прекрасно проблемы с лесом кстати тут 41 и проблем с лесом нет вот в чем принципиальная разница между хуманом и андедом но не я не думаю что целесообразно дальше штамповать гарг андеду ему нужно выходить в какие-то более вступили в бой основательные что ли фундаментальные юниты здесь уже все-таки лема и мк болт и гарг ничего не сделают ой там лич пришел вот три героя это хорошо вот это уже дотка пошла койл архимаг 32 хп летит в сторону фонтана попытка фокуснуть лича естественно его кайлят но mountain king кажется сейчас здесь должен умирать все будет зависеть от количества ман у героев андеда mountain king срочно а что денег не было на на потку нажимает тп и улетает на мэйн ну смысле на экспант я уже не уверен что что из этого инфи мэйна что экспант андед врывается снова в самую печень хуману очень недобро разговаривает с рабочими пролетариат гибнет сотнями понимаете это похлеще сталинских репрессий так возвращается архимаг дестройера подняли начинаем дисплей это просто масс воздух будет играть тх но хотя бы дестройер появился все таки это более основательно как я и выражал ранее мнение юнит поскольку может хотя бы диспелить лемов который действительно проблема для гарк так болт в дк дк может и не пережить но рифлы не переживут скорее там новую поймали но дк очень битый саленс на маутен кинга дк не знает куда ему деться просто подбежал напоследок коню по зубам дал мечом и умер маутен кинг тем временем тоже погибает бой без анха я надеюсь потому что если он встанет то я подумаю что последние реплей это просто какие-то сиквел и приквелы и и сериал под названием ходячие мертвецы но нет нет он не встал он не встал дк правда убит но очень много теряет инфи его конечно очень жестко пропушили гаргами и я уверен что у хумана по-прежнему ни черта нет ресурсов а дарк рейнджер к стремится к шестому левелу а 6 дарка будет то ничего не будет мы на некого переманивать на самом деле вы просто саленс жесткий скелета третье диспелить их нечем хуману гонят инфи сейчас на экспант теряет он еще одного рифла еще и лема дестройеров некому калить рифл должен застрелить там одного дестройера который плохо висит но рифл трусом пустился на утек сразу вслед за своим вслед за своим малахольным предводителем архимагом да кажется снова хуман без победы остался в этой демке слишком уж все плохо у инфи андет набирает уже критическую массу по воздуху два дестройера правда очень битых они ждут дк но они диспелят элемов единственных которые могут их убивать а рифли погибают от скелетов третьих милишных с очень жесткой атакой пытается отменить алтарь анды отбили в бой вот печки подъехали все десторы лечатся арифлы калечиться до жестко приняли инфи конечно на развороте по выходу из стир 2 тут пуш с горками очень сильно отбросил хумана назад по развитию mountain king выходит на может он что-нибудь придумает но болт в горгу это не метод нужно как-то героя отгонять пока дк нет но фокусить неким понимаете болтами может и бросаться до бесконечности а убить ты не можешь но знаете это хуманская истина хуманский императив болтом ты можешь не убить но зашвырнуть ты им обязан поэтому швырять надо в героев вышки стоят но магическое нет и скелеты правда ладно скелеты не удерживают огонь от вышек тем временем продолжается это долгая бесконечная осада рифлы очень страдают от новые лич биты болт полечу один выстрел нужен печка выхиливает и не дохиливает умирает лич дк пришел обидно потому что дк как раз вот готов был кайлить дк от полез грудью на мк о отлично блок печечкой проходит маутен кинг делает персонал очку и успевает на последний хп прилететь на экспэншен а персонал касается мне отменяется случайно ну так да эмоционирует по этому поводу оба игрока дисфиндов добавляет андет ну и продолжает жесткую осаду хуман я напоминаю и по-прежнему играет по сути с одним экспэншеном потому что вынужден там на мене постоянно что-то вычинивать теряет массу рабов на харассе у него общая с никто не добывает золото все таскают лес но это видимо потому что ему не хватает леса категорически он запустил грейд на тир 3 и на мэне вообще не может заказывать рабочих короче большие большие экономические потрясения сейчас испытывает хуман но играть на тир 3 при том что тебя харассе от и убивают рабочих вот прям на глазах изумленного андета это уж большая наглость это наглость гранича практически с хамством тем временем дарка 6 левел получает архимаг прилетает на чем видимо на голубом вертолете чертова может он 6 уже вполне может быть ну и андет тыкает в замок как сражаться с андетом решительно непонятно тут нужны какие-то танки потому что с армии ты в лоб сражаться не можешь у мк есть персоналка что архимага тоже есть персонал когда он не 6 на персоналке прилетел ну и все как приезжают и до решает додушить их все абсолютно все правильно раз хуман такой наглый что заказывает грейд на тир 3 ну получи получи удушающий болевой прием но не знаю здесь никакого неожиданного разворота не будет я уже уверен в этом на сто процентов потому что здесь не затащить третьим дк еще какое-то время сейчас хуман папа пыжется попырхается знаю под потрепещется в этих сетях но дагестанский удушающий борцовский прием от тх он вообще никак не контрится инфи уже готов бить ладошкой по полу но проблема в том что ладошка до пола не дотягивается и он хрипит сипит извивается но ничего не сделать войска вступили в бой ну вот минус тир 3 не знаю ну надо было конечно не в рифлов выходить а срочно строить какие-то вертолеты по которым не бросишь новую а и б по которым не ну которых не добни бьют скелеты там по которым не пофокусе от героя особо герои конечно могут пострелять и полича и дарки но вертолеты дешевле вертолеты мобильный большой бутылек так ну и я уверен что он дает вообще не тут не может проиграть даже потерять же вообще все выбил большой бутылек мк это конечно здорово передал его судя по всему архимангу тут палыч вышел вышел и в шоке палыч я думаю уже 300 раз пожалел что его заказали потому что ну первое что он увидел то огромную орду андецкую это полчища андецкая слабо прокаченных хуманских да ладно нет герои прокачены нормально но армии то нет отбиваться чем ресурсов нет экономики нет армии нет палыч горит а можно я это в отпуск уеду куда-нибудь на его час отправят в отпуск кстати вот прям сейчас да и палычка спасибо я посижу в в алтаре лучше и и я его понимаю не виноват что инфи настолько довел до 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 такого ужасного состояния ситуацию в таком пагубном состоянии палыч увидел всю армию и хумана это это все вина инфи не паладина до выигрывает здесь тэхо но второй некрополь я думаю это то что очень удивило аспиранта но андеды реально так играют на картах где есть подрывники потому что некрополь взорвать сложнее чем подорвать 3 зигурата или 2 зигурата до 1 одним минерам дальше гарги в общем дальше андед сыграл вполне стандартно но некрополь и мега поздний герой который первый герой появился у него после того как закончился грейд на тир 2 вот это единственный такой странный неординарный момент с опенингом ну а дальше дальше инфи не успел подстроиться под гарк и его вот как как зажали как прессанули так и добивали всю игру медленно выкручивая ему суставы такие дела друзья это был 29 выпуск с вами был бани вурс от goodgame.ru вступайте в нашу группу вконтакте там есть зал славы где куда попадают все кто хотя бы раз поддержал рубрику рублем наши щедрые инвесторы ну и вообще там вся информация касаемо дальнейших выпусков best replace в одном из следующих выпусков будет для вас сюрприз у меня появится сок кастер на одну серию и надеюсь что вам понравится но пока держим все в секрете я только лишь немного приоткрыл эту завесу смотрите наши выпуски играйте варкрафт и заходите ко мне на канал на ютюбе с вами был банюр пока